Всем привет! Вы на канале Шезматик, и сегодня я хочу провести с вами интересный опыт. Я взял блюдце, в нём будет происходить реакция пермаганат калия или марганцовку и глицерин, ватные диски, ну на всякий случай, противогаз, эээ, в другой раз. Итак, в блюдце я насыпаю кристаллы перманганата калия. В горку из кристаллов перманганата калия, то есть марганцовки, капаем немного глицерина. Ну, да, капать я умею, хе-хе. Через некоторое время над смесью появляется дымок, а затем происходит загорание глицерина. Под действием сильных окислителей, то есть марганцовки, глицерин сгорает с образованием углекислого газа и воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для ускорения реакции можно добавить капельку воды. Но я этого делать не стал, потому что глицерин и так довольно гигроскопичен, то есть впитывает воду из воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При добавлении алюминиевой стружки к марганцовке будет выделяться очень много света. Если хотите посмотреть, как это будет, пишите в комментах, я обязательно сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная реакция получила название в честь шведского аптекера-химика Карла Шейля, который впервые получил глицерин и однажды смешал его с марганцовкой, а реакцию назвали... Вулкан Шейля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что же у нас получилось в блюдце? По уравнению реакции это легко понять. В итоге мы получаем карбонат калия, оксид марганца, воду и углекислый газ. Выделяющийся углекислый газ и пары воды не опасны. Но, наверное, стоит задуматься над диоксидом марганца и карбонатом калия. Может, они опасны? Нет, дружище, расслабься. Эти вещества твёрдые и нелетучие. Давайте посмотрим ещё разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Мне будет очень приятно, если в комментах вы напишите, понравилась ли вам данная реакция, продолжать ли мне ещё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова